Завод по производству продуктов питания «Орион» в Калининском районе, а также Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Такое решение было одобрено на заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства «Верхневолжье», которое в среду 9 декабря провел губернатор Тверской области Игорь Рудене. Теперь обе компании смогут рассчитывать на определенные льготы при ведении бизнеса. Подробности прямо сейчас. В таком формате заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Тверской области, по сути, проводилось впервые за 10 лет. Коллегиальный орган был создан в рамках задачи, поставленной президентом страны Владимиром Путиным, с целью поддержания и дальнейшего развития областной экономики в непростой экономический период. Паритетных инвестиционных проектов Тверской области. Предприятия, попавшие в этот список, смогут рассчитывать на важные меры поддержки бизнеса. В их числе предоставление права на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, предоставление субсидий по налогу на имущество и налогу на прибыль, а также предоставление гарантийной поддержки фондам содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Надеемся, вот этот перечень и пакет мер, он даст возможность не просто новым инвесторам зайти, а гораздо быстрее развивать проект во временном и рыночном отношении. На сегодняшний день перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области только начинает формироваться. Однако первые предприятия, которые попадут в него, уже известны. Они полностью соответствуют заявленным критериям отбора по объему капитальных вложений, планируемому количеству рабочих мест, объему налогов, уплаченных в региональную казну и другим. На заседании совета было одобрено включение в список приоритетных инвестиционных проектов завода по производству продуктов питания «Орион» в Калининском районе. Его возведение в настоящий момент идет на площадке у деревни Кривцова рядом с трассой М-10. Ожидается, что к 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст Тверскому региону большой объем производства, грузооборот и налоговое отчисление, уверен глава региона Игорь Руденя. Как отметил генеральный директор компании «Орион Интернешнл Европак» Чонг Крюль, включение предприятия в список приоритетных окажет положительное влияние на дальнейшее развитие производства. Мы сегодня очень рады, что нас выбрали как ПИП. Сейчас у нас существующее производство есть в Тверской области. Выручка этой компании 2 миллиарда рублей. В год после реализации нового проекта мы можем увеличить производительность и выручку в три раза. Это будет уже более 6 миллиардов рублей. Еще одним проектом, включенным в перечень инвестиционно значимых, стало частичное техническое перевооружение Киморского завода теплового оборудования «Радиатор». Как отметил генеральный директор предприятия Анатолий Самохвалов, впервые за 25 лет работы в реальном секторе экономики предприятие по-настоящему почувствовало поддержку государства. Я рад, что наш проект заслужил внимание Совета по инвестиционной политике. И мы стали одними из победителей в этом конкурсе. Стали одними из первых победителей в этом конкурсе. Отдаст он достаточно много. Мы сумеем более быстрыми темпами совершить то, что было задумано программой на 5 лет. Как отмечают эксперты, создание подобного перечня приоритетных инвестпроектов – важная и полезная работа. Поддержка ключевых предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Тверской области, позволит значительно улучшить инвестиционный климат Верхней Волжья. В частности, в этом уверен руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дмитриев. Однако список мер поддержки необходимо постоянно расширять, заключает эксперт. ПИПы – это одна из мер поддержки. Мы, конечно, говорим про все индустриальные парки, которые мы зачали еще в 2019 году. Это и Маус, и Боровлева-3. И все те меры поддержки, которые регион может развивать еще дополнительно на своей территории. Соответственно, это национальный проект экономика, который здесь же помогает с помощью и ФРП, и центра «Мой бизнес», и действующих структур. И, соответственно, дальше инвестиционный совет дополняет те предложения, которые должны быть услышаны. По каждому инвестпроекту сформирован план мероприятий, включающий содействие в получении льготных займов, помощь в обеспечении транспортной и инженерной инфраструктурой, другие федеральные и региональные меры. Губернатор подчеркнул, что большую роль для экономики муниципалитетов сыграет программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, которую подписали Игорь Рудене и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер. Задача на перспективу – повышение эффективности системы поддержки и сопровождения проектов. Продолжение следует...